В семье Чекаловых историю знаменитого прадеда, героя СССР Михаила Сорокина, знают все от мала до велика. Еще до начала Великой Отечественной войны при его участии был построен дом на пересечении Нового вокзальной и улицы Победы. Сейчас там памятная табличка. Затем он работал на железной дороге и мог не идти на войну, у него была бронь. Но Михаил Яковлевич выпросил направление и в конце 41-го попал в артиллерийское училище, а затем на фронт. В 42-м году он начал свой боевой путь, операцию «Уран», уже разгром под Сталинградом, паульской группировки, вот он уже начал оттуда принимать участие в завершающей стадии. Потом битва Курской Дука, форсирование Днепра, за что он и получил Герой Советского Союза. Вот он самый первый перебрался с батареи на другой берег Днепра. За этот подвиг Сорокин получил награду и звание майора, а через неделю погиб во время артиллерийского налета. Был похоронен на станции Василевича в Беларуси. После войны вдова героя выхлопотала вагон, в котором тело мужа привезла в Самару на перезахоронение. Трепетно в семье хранили медали и боевые ордена, но во время переезда они пропали. Чтобы восстановить награды, семья обратилась к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. Тот взялся решить проблему. На монетном дворе напечатали дубликаты наград. Вот я стою и думаю. Всего восемь дней человеку было суждено носить награду. Неделю с небольшим. Восемь дней. И он ушел. И всегда, когда ты думаешь об этих людях, ты пытаешься поставить себя на их место. И задаться вопросом, а ты смог бы, а ты бы не струсил, а ты бы выдержал. И я не знаю, как каждый из нас ответит на этот вопрос. И, наверное, на этот вопрос можно ответить только в условиях реальной боевой обстановки. Вот Михаил Иванович Сорокин смог. Дубликаты высших боевых наград, золотую звезду Героя Советского Союза и Орден Ленина, а также Орден Отечественной войны и Орден Александра Невского, которым награждали младших командиров за личное мужество и героизм, проявленные на фронте, родным героя вручили в День Победы 9 мая в Военно-историческом музее Приво. Сохранение памяти, наверное, это именно то, что позволяет нам оставаться теми, кто мы есть, русскими и россиянами. В этот день, когда проводится специальная операция на Украине, крайне важно помнить, против кого мы боремся, с кем мы боролись и за кого проливали кровь наши отцы и деды, и с кем сейчас борются наши ребята там на передовой. Родные решили подарить полученные награды музею. Скоро там появится стенд, посвященный герою СССР Михайлу Сорокину, чтобы все, кто приходит в музей, могли узнать о его подвигах. Виктория Шарая, Максим Магомедов, Николай Сидоров. События.